Видео уроки фотошопа Видели вот подобного рода фотографии Вы можете, к примеру, написать в поисковике Double Exposure Portraits, например И найти кучу вот таких вот фотографий, сделанных в этом стиле И как раз сегодня в этом уроке я покажу вам, как можно с легкостью создать вот такой вот эффект Итак, для работы нам с вами понадобится две фотографии Первая фотография это девушка, на которую мы, собственно, будем накладывать наш второй снимок И вторая фотография у меня вот она выглядит таким вот образом Обычно здесь берут какие-нибудь пейзажи, да? Вы можете взять любой свой снимок и также выбрать любой свой портрет, на который вы будете его накладывать Ну что же, давайте начнем Я удалю все слои, которые создал перед данным уроком И приступим к работе с самого начала Итак, первым делом нам с вами необходимо отделить нашу модель от фона Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться любым удобным инструментом выделения Если фон у вас достаточно контрастный, то можно попробовать выделить модель при помощи инструмента «Быстрое выделение» Так, давайте, к примеру, так и сделаем, да? Так, аккуратно выделяем пока что основные контуры Так, и теперь убираем ненужные выделения Вот таким вот образом Так Аккуратно на волосах Не переживайте, если они у вас выделятся неровно Потому что в дальнейшем мы их все равно будем корректировать при помощи инструмента «Уточнить край» Смотрим, все ли участки у нас попали в выделение Если нет, то добавляем их Так, немножко еще здесь, на волосах Так, уменьшим размер кисточки И еще удалим вот эту область Так Отлично, теперь выбираем пункт выделения «Инверсия» И переходим в пункт выделения «Уточнить край» Как видите, у нас появляется вот такое вот выделение Здесь нам с вами необходимо поработать над волосами Как видите, они у нас выделились не очень ровно Для этого мы включаем клавишу Включаем галочку «Умный радиус» И при помощи кисти Так, размер давайте возьмем побольше Так, чтобы было нам удобно здесь работать Начинаем проходиться по контурам волос Вот таким вот образом Так, и как видите, там где мы проходимся У нас фон исчезает Вот таким вот образом Так Можете поэкспериментировать с радиусом вот здесь Чтобы у вас эффект был наиболее хорошим Так, и еще немножечко подкорректировать этот участок Так, ну вот выглядит уже вполне неплохо Смотрим, нет ли у нас еще каких-то проблемных областей на фотографии Если все нормально То выбираем здесь вывод Новый слой со слоем маской И нажимаем клавишу «Ок» Так, и как видите Наша выделенная область копируется на новый слой И к ней применяется маска Так, теперь нам с вами нужно создать фон На котором у нас будет находиться фотография нашей модели Для этого создаем новый пустой слой И помещаем его под слой с маской Вот сюда Заливаем его белым цветом Нажимаем комбинацию «Alt-Del» И теперь уже можно приступать непосредственно к созданию нашего эффекта Для того, чтобы обесцветить фотографию Вы можете воспользоваться несколькими способами Можете просто нажать комбинацию «Shift-Ctrl-U» Но я все-таки настоятельно вам рекомендую Воспользоваться инструментом «Черно-белое» Выбираем здесь корректирующий слой «Черно-белое» Применяем его только к слою с девушкой Зажимаем клавишу «Alt» И щелкаем на границу между слоями И теперь в настроечках данного инструмента Вы можете настраивать насыщенность отдельных областей Что очень-очень удобно К примеру, вам необходимо осветлить кожу у модели Для этого вы можете перетащить ползуночки красные Как видите, у вас кожа высветляется Таким образом вы можете пройтись по всем тонам И настроить контраст так, как вам нужно Это очень-очень гибкий инструмент Позволяет добиваться очень хороших результатов Так, ну, к примеру, вот так вот можно оставить Я думаю Закрываем настройки данного инструмента Далее переходим к нашей второй фотографии Открываем ее Так, сразу же давайте ее обесцветим Применяем к ней Корректирующий слой черно-белое Так, вот он у нас И также аккуратненько настраиваем здесь контраст Так, как нам нужно К примеру, таким вот образом Чтобы фотография была немножечко поконтрастнее Так, теперь создаем объединенную копию наших слоев Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E здесь Копируем получившийся слой Нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C И вставляем в наш новый документ Нажимаем комбинацию Ctrl-V Так, теперь при помощи свободного трансформирования Изменяем размер, так, чтобы он у нас соответствовал нашей фотографии Так, Ctrl-T нажимаем И с зажатой клавишей Shift Растягиваем фотографию по размеру нашей модели Таким вот образом Теперь нажимаем клавишу Enter И меняем режим наложения данного слоя на перекрытие Либо же можно попробовать мягкий свет Что вам больше нравится Мне кажется, в данном случае лучше всего выглядит перекрытие И также применяем данный слой только к слою с моделью Нажимаем клавишу Alt И щелкаем вот сюда На границу между слоями После того, как вы применили данную фотографию к нижнему слою Вы можете аккуратненько поменять ее местоположение Чтобы настроить рисунок на теле девушки Так, как вам нужно К примеру, можно оставить вот таким вот образом Так, выглядит вполне неплохо И также давайте добавим к данному слою маску Щелкаем сюда И сотрем ненужный эффект с тех участков Где он нам не нужен Выбираем обычную круглую кисть Мягкую Размер для нее давайте возьмем Небольшой И возьмем прозрачность 50 И нажим где-нибудь тоже 50 Аккуратненько При помощи черной кисти По белой маске Стираем эффект с лица у модели Так, и немножко можно стереть с рук Вот таким образом Здесь, в принципе, все зависит от вашей фантазии Вы можете стереть в любых других местах И также, если захотите, можете немножко вернуть эффект Вот таким вот образом я оставляю Ну и следующим шагом Мы можем добавить еще больше гранжевости Нашему снимку Для этого нам с вами понадобятся специальные кисточки Я их приложу к данному уроку Вы их сможете скачать, установить У меня они уже установлены Поэтому я их просто нахожу В своем наборе Так, это кисти Называются Dust Particles То есть кисти частиц И с их помощью мы будем рисовать Вот здесь вот по маске Слой с девушкой Выбираем черный цвет на палитре И аккуратно начинаем Наносить рисунок Прозрачность и нажим ставим на 100% обратно Так, и начинаем добавлять вот здесь вот Такой вот рисунок Чтобы у нас появился такой некий эффект распада Также добавляем его наверх На плечи здесь Можно выбрать Теперь какую-нибудь другую кисть из набора Более мелкие частицы нам здесь подойдут Уменьшаем Размер для кисточки Делаем маски Также здесь Здесь Так, выбираем еще Добавляем масков сюда Здесь можно на границах накладывать их погуще Чтобы эффект был более заметным И также погуще наложим эффект здесь на волосах Вот таким образом Так Ну и давайте Повернем нашу кисть По горизонтали Вот таким вот образом И еще немножечко Сделаем побольше Эффект вот здесь Вот на этой части Так Чтобы рука у нас также Растворялась в частицах Вот таким вот образом Так, смотрим что у нас получилось Как видите Вот такой вот результат Так, здесь у меня кое-где попали на лицо Некрасивые большие брызги Давайте их Уберем при помощи обычной мягкой кисточки Так Уменьшаем ее размер И аккуратненько по маске Так, стираем эти области Здесь, здесь И вот здесь Так, все отлично Теперь смотрится вполне неплохо Вы также можете немножечко Подредактировать цветовой тон Для этого можно использовать Различные инструменты Такие как Цветовой баланс К примеру Вы можете здесь Подредактировать цвет Для вашей фотографии Да Настроить так, как вам нужно Можете добавить желтых тонов Или холодных В принципе все здесь зависит От вашей фантазии Или так же Вы можете просто Воспользоваться Инструментом Карта градиента Выбрать из набора Вот здесь вот Градиенты Фотографическое тонирование Для этого вам нужно будет Щелкнуть По стрелочке Затем по шестеренке Вот здесь И выбрать пункт Фотографическое тонирование Вас спросят Вы хотите добавить Градиенты в набор Нажимаем добавить Так И у нас появляется Вот такая вот Куча симпатичных градиентов При помощи которых Вы можете красиво Тонировать свой снимок Да Как видите Эффект получается Очень и очень интересный Так К примеру Давайте оставим Вот так Смотрится очень и очень Красиво Мне кажется Ну что ж Вот в принципе И все что я хотел вам Рассказать в данном уроке Как видите Ничего в принципе Сложного нет Но в результате Получается очень красивый И стильный эффект Надоело быть чайником В фотошопе Получите бесплатный Базовый курс Фотошоп античайник Жмите на кнопку Получить курс Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...